Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги! На сегодняшний день не имеется доказательных данных о преимуществе какого-либо сбалансированного крестовоидного раствора, используемого в программе переоперационной инфузионной терапии. Совершенно нерешенной проблемой является и то, что до сих пор остается достоверно неопределен сбалансированный крестовоидный раствор, который при использовании в программе переоперационной инфузионной терапии при плановых хирургических вмешательствах у больных не порождает неблагоприятных сдвигов исходно некомпрометированного электролитного состава плазмы крови. В этой связи целью настоящего исследования явился компаративный анализ кинетики электролитного состава плазмы крови больных при осуществлении разнопланового переоперационного жидкостного обеспечения для лавоцирования наилучшей модели в алимической коррекции. Было проведено открытое клиническое рандомизированное методом конвертом исследование, где участвовали 80 пациентов, средний возраст которых составил 66 лет, которым проводилось плановое оперативное лечение для тотального эндопротезирования позабедренного сустава. Они были разделены на две группы. Первую группу пациента составили, которые получали инфузионную терапию. В интраоперационном и послеоперационных периодах раствором рингера. Пациенты второй группы получали инфузионную терапию в интраоперационном и послеоперационном периодах раствором стерофундина изотонического. Я сразу скажу, чтобы, как говорится, здесь не было вопросов, да, объем инфузионной терапии был примерно одинаков. Он составлял 9 мл на килограмм массы тела. И разницы какой-то достоверной отличий по объему инфузионной терапии интраоперационной и ранней и постоперационной не выявлено было у этих пациентов. Методы исследования проводили до начала жидкостного обеспечения и оперативного лечения. Очень важно было иметь точку, от которой можно было отталкиваться, а также через 12, 24, 48 и 72 часа после оперативного лечения. Оценивали параметры центральной гемодинамики, системы гемостаза, гематологические и биохимические показатели, клинические данные и проводили статистические анализы. Критериями включения в исследование являлись плановая госпитализация, возраст пациентов от 40 до 80 лет, кексартроз с болевым синдромом, который не купировался консервативной терапии, в анамнезе болезни, приводящей к функциональной недостаточности третьей степени, наличие абсолютных показаний к оперативному лечению, отсутствие показаний к предоперационной эволимической коррекции и анестезиологический риск не более третьего класса по шкале АСА. Критерии исключения из исследования были следующими. Возраст младше и старше 80 лет, анестезиологический риск более третьего класса по шкале АСА, лечение гормональными препаратами, онкологические заболевания с отсутствием или наличием лучевой или химиотерапии в анамнезе, компенсированный или декомпенсированный сахарный диабет первого или второго типа, масса тела более 100 кг, отказ от участия в исследовании либо участия в другом исследовании, наличие противопоказаний для проведения спинальной эпидуральной анестезии и имеющиеся показания для трансфузии компонентов крови в интро- и послеоперационном периодах. Проведенный сравнительный межгрупповой анализ выявил, что у пациентов второй группы отмечался рост достоверный натрия через 12 и 48 часов, в отличие от аналогичного показателя пациентов первой группы. Проводимая инфузионная терапия у пациентов первой группы обуславливала достоверно статистическое увеличение содержания хлора в первой группе у данных больных, которое было, я еще раз обращаю коллеги на это внимание, начиная с 24 часов от момента операции и до 72, статистически гораздо более выше, чем аналогичный показатель у пациентов второй группы. Абсолютно-абсолютно никакой статистической разницы не было выявлено сравнительным межгрупповым анализом по содержанию калия в плазме крови у пациентов первой и второй группы. Проводимая инфузионная терапия у пациентов первой группы способствовала резкому снижению магния, начиная с 24 часов и заканчивая 72 часами, которое было-было статистически значимо по аналогичному показателю пациентов второй группы. Более того, проводимая инфузионная терапия у пациентов первой группы также способствовала увеличению содержания в плазме крови больных первой группы кальция ионизированных. Я также обращаю ваше внимание, что сравнительный межгрупповой анализ выявил, что данный параметр у пациентов первой группы был статистически значимо более выше, чем у пациентов второй группы, что позволяло говорить об увеличении гемостатического потенциала плазмы крови, где, как известно, кальция играет решающую роль и участвует во всех фазах свертывания крови. В этой связи мы сделали выводы, что применение у пациентов в программе переоперационной инфузионной терапии раствора рингера увеличивает содержание в плазме крови хлора и кальция ионизированного, а также снижает содержание магния. Использование в модели переоперационной жидкостной коррекции у пациентов серафундина изотонического способствует его модернизации, так как в отличие от раствора рингера они инициируют неблагоприятную кинетику содержания в плазме крови хлора кальция ионизированного и магния. Большое спасибо за внимание.